Привет! Сегодня на обзоре специальная версия наушников Shuzi Hibiki. Это по-прежнему продукт кооперации между компаниями Shuzi и Advanced Acoustic Works. Первые Hibiki были достаточно неплохо встречены аудиофильским сообществом, потому что это наушники, которые предлагали действительно очень необычный тюнинг по весьма доступной цене. То есть, сколько они там стоили, около 60 долларов и предлагали необычную подачу с акцентом на средние и высокие частоты и детализацию. В Shuzi подумали, что надо эту мысль развивать и выпустили специальную версию, в которой изменили и дизайн, и звук. Но при этом они подняли ценник практически раза в два, даже чуть-чуть больше, потому что новая версия стоит около 130 долларов и давайте разбираться, что же они предлагают за эти деньги. Упаковка достаточно обычная, я уже стащил супер обложку, тут хорошая полиграфия, но вот как-то нигде они умудрились не напечатать технические характеристики, то есть 18 Ом импеданса, 103 по-моему децибелочувствительность, в общем все традиционно. Внутри такая большая коробка из черного картона, но вся эта коробка ушла на пафос, потому что на самом деле внутри тут очень немного всего. Наушники сами я уже вытащил, две запасные пары силиконовых насадок, разноцветная, полноцветная, красивая инструкция о том, как наушники вставить в уши и такой вот мешочек на затяжках. В общем-то, для этой цены, ну и сами наушники, конечно. В общем-то, для 130 долларов подобная домовитость, которая не позволила насыпать хотя бы более-менее неплохой набор насадок, уже, конечно, не то, что для 60. Но, собственно, сами наушники очень-очень хороши. По-прежнему тут приложили руку и Advanced Acoustic Works. На этот раз фейсплейт и внешняя панелька, вот эта сделанная даже не из карбона, а из специального стабилизированного дерева. Смотрится очень красиво, они действительно, камера этого не передает как следует, но, в общем, действительно очень эффектные внешние панельки, или как назвать эти фейсплейты, внешние панельки, внешняя сторона наушников. Красиво сделали. Внутренняя, основная часть сделана из пластика, он чуть-чуть прозрачнее, чем в первой версии, поэтому тут внутри видны коннекторы, излучатель и много пустого места, практически ничем не занятого. Но форма получилась достаточно эргономичной, наушники хорошо садятся в уши и неплохо обеспечивают неплохую звукоизоляцию. Звуковод достаточно длинный, под правильным углом, при этом при заушном ношении, в общем-то, все очень неплохо и комфортно. Есть выступ, так что насадки держатся тоже нормально, но из трехкомплектных насадок, к сожалению, мне не подошли ни одни, но, к счастью, у меня есть хороший запас спинфитов, которые тут сильно выручают. Сменный сделан провод, используются утопленные сокеты двухпиновые, как у серьезных моделей, АЕМов, кастомов от известных производителей. Ну, собственно, Advanced Acoustic Works ими и занимается. Очень хорошее, надежное, как сказать, надежное соединение, наушники неплохо держатся. И особый предмет гордости – это провод из высокоочищенной меди, как и в прошлой версии, разработанный совместно с ААВ. Тут сформировано заушина, проволоки тут нет, чтобы ее подгибать, но сформирована она неплохо, поэтому практически для любых ушей она подходит, обеспечивая надежную посадку. Дальше идет сам витой провод и трехкнопочная гарнитура с очень неплохим MEMS-микрофоном. Действительно, проверял, микрофон неплохой. Гарнитура стандарта под айфон. Идет дальше блок разветвителя, ползунок для регулировки разветвления. И вот разветвитель, она уже идет в четыре провода вниз до самого углового штекера. В общем, качество сборки весьма неплохое. Эффектный дизайн. Может быть, их можно было бы сделать, конечно, чуть меньше, но в целом садятся в уши они неплохо. Если у вас не совсем уж маленькие ушные раковины, хороший провод в комплекте. Действительно, все с точки зрения дизайна сделано неплохо. Ну и, конечно же, по звуку. Шози не были бы шози, если бы сделали наушники с каким-то мейнстримовым тюнингом. Если первые хибики отличались акцентом на средние частоты, верхние, средние и ВЧ, иногда они даже звучали ярковато, то тут они акцентировали вообще практически полностью середину. При этом остальные части диапазона очень неплохи, но они отведены заметно на второй план. Бас тут действительно и глубокий, и неплохой по скорости. У него есть ударность, у него прекрасная передача текстур, слоистость, но по количеству его по-прежнему мало. Его, конечно, больше, вернее, как не мало, его меньше, чем традиционно у наушников, у которых есть акцент на середину низа или нижнюю середину, нет, не нижнюю середину, конечно. Ну да, у некоторых на нижнюю середину, некоторые делают на мид-бас акцент, но, в общем, тут акцента нет, и бас практически одинаковый с точки зрения АЧХ со средними частотами, поэтому количественно его тут меньше, чем в традиционных мейнстримовых наушниках. Поэтому модель не для любителей акцентированных АЧХ, но бас тут явно присутствует, и он действительно неплохо строит основу для всей остальной мелодии, но он просто не перетягивает на себя одеяло, поэтому вот нет кача, нет накачки искусственной, нет дополнительных акцентов на эту область. Середина очень хорошая, нейтральная, эмоциональная, детальная, в общем, средние частоты получились очень хорошо, и за счет этого наушники прекрасно строят воображаемую сцену, она больше средней в ширину, она где-то средняя по глубине, но с прекрасным разделением планов, в общем, с точки зрения позиционирования, передачи эмоций и с точки зрения естественности средних частот наушники очень хороши. Поскольку предыдущая версия иногда могла быть немножко рисковатой, тут участок от 3 до 6 кГц немного придавили, и за счет этого наушники звучат комфортно, без малейших раздражающих акцентов, в целом они такие комфортные и достаточно мягкие по звуку, вернее не сильно мягкие, но смягченные, то есть нет агрессии, поэтому допустим слушать металл на них, пожалуй, будет неправильно или, как сказать, нелогично, поскольку нужного градуса агрессии они не передают. Верхние частоты очень протяженные, с хорошими атаками, затуханиями, с разрешением, они действительно присутствуют тут, но при этом они не резкие и не раздражающие, нет акцентирования, по ВЧ они весьма и весьма натуральны и очень неплохи, но при этом количественно ВЧ тоже убавлено по сравнению с первой версией, но в целом это пошло общему звучанию на пользу. Так что наушники, пожалуй, не подходят для какой-то попсы, для, ну, не качественно, ну, скажем, если считать, допустим, Стинга попсой, то прекрасно играют его, если, допустим, считать попсой, что это какой-то современный бомб, то они не подходят. Наушники очень хороши в музыке, в которой много вокалов, в которой используются живые инструменты, в которой есть, скажем, хорошо прописанная сцена воображаемая, тут они раскрывают себя очень здорово, очень органично и очень естественно. На тяжелых стилях слушать их практически бессмысленно, поскольку агрессия очень зажата, ну и на стилях с накачкой НЧ тоже они не сильно себя хорошо ведут. Собственно, сравнений, пожалуй, я проводить не буду, поскольку действительно такой необычный звук, как это часто бывает у Шози, и ни на что они не похожи, а рассказывать про то, что вот они совершенно другие и совершенно отличаются от любой другой модели, ну, я смысла не вижу. Поэтому, если вы слушаете такую серьезную музыку, хорошо записанную и ищите такую органическую подачу, ну и, собственно, не против красивых наушников, то рекомендую обратить на них внимание. Спасибо за внимание.